И третий у вас был вопрос. Про сегодняшний режим. Про сегодняшний режим. Режим питания хуже будет. Про сегодняшний режим. На чем держится, да? Держите. Да, держите. Режим держится на зависниках. Мы все понимаем, да, нефтяная гладь, заколотка, все, нефть дешевеет и на ней держалась. Да, понятно, сведущие деньги, аватюр заканчивается. Но, я вас уверяю, не только нефть. Потому что проблема финансовая уже давно в стране. И многим очевидно, что будет хуже. Но все равно нет такой, нет обвала поддержки режима. Нет, а многие до сих пор так и продолжают. Объясню все очень просто. Не скажу, что большинство, но очень большой процент. Ну, не знаю, 60, 50, 60 процентов. К сожалению, вот это антропологическая беда после совка, после неестественного отбора. Этим людишкам они радуются, что пусть у меня будет плохо и даже хуже. Но главное, что вот и у того гада, который так хорошо живет, вот у него тоже будет хуже. Понимаете? Вот на этом держится все. И Сталин был не просто так. Он тоже это усвоил. Он тоже из маленьких, убогих, нищих бандитов. Он был нищий бандит. И он завидовал всю жизнь чистеньким. И поэтому он сделал ставку на ублюдков, которые завидуют чистеньким. И остальных он вырезал. А ублюдки, которые завидовали чистеньким, они разродились огромным количеством, так сказать, потомства. И через одно и два поколения, это уже и геометрическая прогрессия, получили то, что мы получили. В 90-е годы, я повторяю 100 миллионный раз, никакая демократия не победила. Просто быдло настолько обнищало, не было на прилавках ничего, что им было неважно, кто придет, что будет делать. Вот и все. А и органы, и партийцы перевели в собственность то, чем владели они временно при совке. И, в общем, все это продолжилось только еще более подло. И не провели иллюстрацию. А почему не провели? Потому что, а кто будет проводить, они все участвовали. Сейчас, конечно, надо, но очень сложно. И, как я сказал, отвечая на ваш вопрос, никогда. Вот поэтому, больше слушайте Джинли, меня, Майланса, Пимайлав. Вот я вам ответил на это. Все, два, три, два, три, все, да, у вас, очень хорошо. Вы, да, я, по-моему, на первую страницу. А три дня? Я вообще показал на вас, но вы устали. Нет, ну вы устали, давайте так лучше. Ну что? Нет, я бы... А уже другой, конечно. Тут нельзя отвлекаться. Евгений, во-первых, хочу сказать большое спасибо за сегодняшний вечер. Я так понимаю, как и многих здесь, вы изменили достаточно кардинально своими статьями, своими трудами. Так, большое вам спасибо. Пожалуйста. И хотел такой вот вопрос задать. На него вы частично ответили. Тогда задам сразу два вопроса, с вашего позволения. Ну, первый вопрос. Вот я помню, 90-е годы, как проходила, проходила тут разборка, демонтаж, да, и тогда было понятно, что это была экономическая основа. Это скорее была разборка, а не демонтаж. Совершенно так. Похоже. Вот. Тогда была именно экономическая подоплека. Вот, хочу спросить, вот, так скажем, помятуя о вашем правительском, да, и как будет сейчас? Вот как будет, как... Их, которые самые знаковые, их, конечно, сменят, могут даже осудят. Их все замы, их секретари будут к чему подрестить какой. Понимаете? Но все будет то же самое, к сожалению. Потому что... А вот дальше опять уголовная статья. Значит, чтобы серьезно здесь демонтировать все, нужно то, что было в Германии в 45-м году. А в силу, в силу целого ряда причин, такого, наверное, все-таки не будет. И поэтому все проблемы. То есть, опять будет очередная проблема, а несколько истеретик вперед. Да, да, совершенно верно. И главное, что антропологический тип, о котором я говорил и отвечаю на этот вопрос, и на ваш вопрос, антропологический тип, этот тип, он непобедим, и он продолжает размножаться. И более того, сжирать приличные типы, вот, чем трагедия. Понимаете, антропологически. Если вы однажды, ну, просто, вы часто видите, я редко, я из дома такси и сразу куда-то, да, а вот просто в городе посмотрите на обычных, там, прохожих, или, там, каких-то рабочих, или какие-то, между дачей, городом, посмотрите, кто, вот, там, ходит по забору, да, просто посмотрите на них. И поймите, что это ад, кошмар, который антропологически не изменить очень долго. Вот. И ничего не изменится, да. Второй. И второй вопрос, как наша, вот, замечательная система, которая, так, стоит на страже всяких мунистических... Да, вот снимите, как замечательный человек говорит, что система замечательная, она стоит на страже Панамы... Героически, говорит. Героически стоит на страже панамских, я так скажу, интерес от Родины. Вот, вот, как было допущено вот этот феномен, денег нет, вы там держитесь, ну и так далее. Я надеюсь, ты подставил. А для них, что же допущено, как будто они старались этого не допустить. Они, у них-то все нормально, вы поймите. Вот, у них, вот, видите, это, они все сидят в роскошных представительского класса шестидверных, десятидверных иномарках. У них есть темрюга, осетр и все прочее. У всех, и все запрещенные продукты, у них есть самолеты, у Патриарха есть поезд бронированный, да? У них-то все нормально, и у правительства все, поэтому не допустить. А если вы думаете, что вот не допустить, ой, если мы допустим, нас снимут, кто кого снимет здесь. То есть, очередной, у нас показать, что можно посидеть. И вы же не о выборах думаете, я надеюсь, да? Ну, хорошо, а на остальное у нас будет уже скоро национальная гвардия. Если что, она может быть предупреждением, вот, в некоторых, шибко, так сказать, спрашивающих. Поэтому, никакие. Они себя спрашивают, достаточно. Там такая ситуация, это разборение личности. С одной стороны, полное спокойствие, полное. С другой стороны, если внутренне абсолютно психоз, надо срочно еще больше ОМОН объединить с тем, где еще добавить, раздать оружие, войти, отнять, что, куда делать, движать, понимаете? Ну, а вместе, а вместе с тем потом выпит полностью, все, неважно, сильно, ну, кончится это плохо. Но вот я говорю, что они, не стоите, они совершенно по-другому ставят вопрос, не так, как они. Вот, допустить, не допустить, у них нет такой системы абсолютно. Что вы исходите из, ну, какой хороший, искренний, замечательный, логичный, да? Это совершенно невозможно для них. Спасибо.